По итогам прошлого года основным торговым партнером Республики по экспорту и импорту товаров остается Китай. О результатах деятельности и изменениях, которые произойдут в 2017 году, рассказали представители Машкортостанской таможни. Ведущими торговыми партнерами Республики по импорту стали Китай, Германия, США, Дания и Япония. Что же касается перечня импортируемых товаров, то из года в год он остается прежним. Среди них птицеводческое оборудование, легковые автомобили, полиэтилен, изделия из черных металлов, томатная паста. В свою очередь Республика экспортирует авиационные двигатели, синтетический каучук, кальцинированную соду, минеральные продукты, фанеру и листовое стекло. Экспорт производится в такие страны, как Китай, Финляндия, Индия, Нидерланды и Украина. Экспорт наших предприятий, конечно же, на первом месте это машинопродукция, машиностроение. Стоимость товаров уменьшается, но объемы товарооборота возрастают. Есть по некоторым товарам падение, но по другим рост. Например, по экспорту минеральных продуктов рост составил 16%. Это участники ВЭД, которые осуществляют активные деятельности. У нас из года в год одни и те же. Уфинское моторопроизводственное объединение, Башнефть, Газпромнефтехим Салават, Стерель-Тамазский нефтехимический завод, Уфауксинтез. На пресс-конференции начальник Башкортостанской таможни Марат Софиулин также рассказал о ввозе в республику несанкционированной продукции. По его словам, в 2016 году около 50% выявленных правонарушений были связаны с перемещением алкогольной и табачной продукции оружия. А количество фактов перемещения через таможенный пост аэропорт Уфа лекарственных препаратов вырос в 10 раз. Также в прошлом году из-за борота таможенной службы были изъяты автомобили, незаконно находящиеся на улицах республики. Дело в том, что физические лица, иногда иностранные граждане, временно возят на территорию таможенного союза, Евразийского экономического союза, автотранспортные средства. Оформляют временный воз до одного года, беспошлино можно возить. Но, к сожалению, они, пользуясь незнанием наших граждан, и тем более, что многие документы не нужно оформлять дальше, они продают нашим гражданам машины и они ими пользуются. Но это уже нарушение законодательства. В случае нарушения этих сроков организуется поиск данных автотранспортных средств. Мы их обнаруживаем, задерживаем и уже разбираемся. Что же касается планов на 2017 год, то ведомство планирует развивать направление автоматической регистрации документов. А также с июля этого года в силу вступит новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Предполагается, что он позволит создать более гибкую систему таможенного контроля и оперативнее решать вопросы всем странам таможенного процесса. Анастасия Ходик, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.